Первая передача Львова и так далее Появится новая европейская служба патрульной полиции Ребята уже готовы выехать на свои маршруты И рвутся в бой Затем, как все это будет происходить Первая передача вместе с вами Будет обязательно пристально следить Как в эфире радио Голос столицы Так и на нашем сайте FirstGear.in.ua Заходите просто сейчас туда Но вместе с новой патрульной полицией В структуре ГАИ произойдут и системные перемены В частности, нам с вами предложат Новую систему оформления автомобилей Более высокий уровень обслуживания В пунктах сервиса Которые раньше назывались МРЭО Сейчас они так же так называются А также нам обещают полностью искоренить Коррупционную составляющую в этой системе Об этом будем говорить сегодня С нашим гостем Это первый заместитель начальника Департамента ГАИ Украины Владислав Криклий Добрый вечер Добрый вечер, Александр Добрый вечер, радиослушатели Да, и у нас также в студии Борис Король Это редактор автомобильного портала FirstGear Привет, Боря Привет Ну, и как вы уже, дорогие друзья, поняли Что сегодня будем говорить об очень важных темах Которые касаются каждого из нас Потому что практически мы все Являются каким-то образом автомобилистами Косвенно или напрямую Или же хотим стать автомобилистами Потому что сегодня будет работать наш телефон Конечно же, вы можете звонить Задавать ваши вопросы касаемо темы, конечно же Или заходите на наш фейсбук FirstGear Ищите нас по поиску И там есть директория, на которой вы можете Оставить свои вопросы Обязательно у тебя еще не часа Я попробую все это зачитать Ну что ж, Владислав Ну, до официального старта Вот таких вот судьбоносных перемен В департаменте, в структуре ГАИ Осталось меньше двух недель Я напомню, что 4 июня выйдут Юля 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 Сейчас июнь, конечно Уже июнь У меня хотелось, чтобы лето было дольше Там все равно осталось очень мало времени До этого старта И ребята уже готовы Они скоро выйдут И, собственно, все начнет работать по-другому Это важно Вот как настроение у руководителей И персонала Собственно, людей, которые причастны к ГАИ Ну, хочу отметить, что на улице 4 июля выйдет Не новая реорганизованная ГАИ А абсолютно новая Кардинально новая патрульная полиция Уже создан департамент патрульной службы Мы все боимся Там абсолютно новое руководство Я понимаю, что очень много и надежд И опасений, и переживаний У меня одни опасения Переживаний нет, одни опасения Как же я теперь буду поворачивать на Туполево к себе домой Через две сплошные вот-вот вопросы Сейчас привычно Такой привычный маршрут нарушений Будешь оплатить теперь Да, придется официально Для подарка Официально Но на самом деле С новым, достаточно молодым И в то же время Очень амбициозным И жаждущим тоже хороших перемен Так же, как и мы И я, в частности Руководством новой патрульной полиции Мы нашли общий язык Так как мы и вынуждены взаимодействовать И, естественно, делаем это охотно Есть определенно У нас достаточно четкий логаритм взаимодействия На этот переходной период По июлю, августу, месяцам В частности, по оформлению ДТП То, что раньше было прерогативой Госавтоинспекции Сейчас мы им передаем Наших самых квалифицированных оформителей Которые уже их обучали Часть из них станет инструкторами Часть из них Совсем небольшая часть Гармонично войдет в состав Новой патрульной полиции А вот это вот Старые сотрудники, которые вольются В новую, так сказать, полицию Они будут сходить уже в новой форме, да, полиция? Да, безусловно Это количество будет крайне небольшое То есть если Ну, как я ранее на прежнем эфире говорил Что если брать соотношения То 95% это абсолютно новые ребята То есть это новые кадеты, новобранцы Которые прошли тщательно обучение Тщательный отбор Поздавали все экзамены, аттестации И выпустились уже, скажем так Как наши новые патрульные полицейские Нового образца, которого мы уже увидим в Киеве И руководство тоже, да, получается? Руководство тоже Руководство тоже, абсолютно верно Ну, я так слышал от Экос Гуладзе Что именно вот эти сотрудники Которые влились в эволюция Вот с ГАИ В новую патрульную службу Они показали наивысшие результаты Так получается Да, и более того Есть такая информация, что Очень интересный у них был Отбор Руководителей секторов Руководителей там Квадратов различных И он строился на командном принципе То есть вот группа людей выбирает для себя лидера Ну и некоторых, на удивление Лидера выбрали тех, кто уже ранее работали То есть имеют опыт Видимо, все-таки Хотят положиться на тот опыт Который наработан уже годами Ну, действительно, они просто знают По крайней мере, материал Ну, материал, да Но, опять же, для нашего с вами понимания Это не такие привычные Для нас с вами Инспектора ГАИ Которые неповоротливые Тучные Ну и, собственно, на которых Все время и поступали Различного рода жалобы Насчет, кстати, тучности Вот я хотел просто сделать Тут лирическое отступление Я буквально вчера прилетел из Парижа И как раз на улицах Парижа Видел фотографию полицейского Вот кто у меня в друзьях Тут почти пять тысяч друзей Вот я буквально вечером сегодня Выложу эту фотографию себе в фейсбук Зайдите, можете ко мне зайти Александр Фетченко Посмотрите Вот какие полицейские во Франции Я просто скажу так Вот на глазок два центнера Ну, бывает Это исключение, скорее, чем правило, мне кажется Зато в Италии все полицейские Такие реальные матчи Все подтянутые Очень было забавно Особенно местные спецсилы Карабинери Называются Там вообще все Как на подбор А если брать Американскую Те же городскую полицию Сити Полис Так у них Даже отдельно, если не ошибаюсь Они премируют И поощряют полицейских Которые профессионально занимаются спортом Если вы посмотрите Там различные Таблицы Бодибилдеров И ведущих спортсменов Разных единоборств Многие из них Полицейские Патрульные полиции В Америке Владислав Вот я хотел бы Еще коснуться тем Вот сегодня буквально Вы заявили в своем фейсбуке Что впредь Национально автоматизированная Информационная система Будет Будут администрировать Ее департамент Информационно-аналитическое Обеспечение МВД Это что значит Что у вас ГАИ Забирают Вот функцию Системы Единых штрафов Нет Не совсем Это немножко неправильное Толкование Речь идет о другом То есть Наис Это да Как вы уже Правильно отметили Это национально автоматизированная Информационная система Которая Собирала абсолютно Всю информацию Касаемо Водителей Касаемо Админ нарушений Транспортных средств Арестов Утерь Номерных знаков Выпуска Розыска Угона То есть Вся информация Которая Так или иначе Касалась Водителя Или транспорта Помещалась В этой информационной базе Так исторически Сложилось Что различные Наши оперативные службы Вынуждены Взаимодействовать С ГАИ Ну так как Чтобы узнать информацию Там О Человеке Которого они Разыскивают В отношении Которого заведено Уголовное дело Ну понятно Что-то случилось Абсолютно верно Эту информацию Запрашивают У нас Ну и На самом деле Давно планировалось Логическое завершение Всех этих действий Перепетий С различными базами данных Разрозненными И вот была такая концепция Сделать централизованно То есть единственный департамент Ну проще говоря ИТ департамент Чтобы сложно его не называть Информационно-аналитического департамента Он должен выступить Агрегатором всех этих баз данных И наладить нормально Это взаимодействие Потому что кроме Какой-то Внешней бюрократии Которая существовала При отправке Различных информационных запросов Еще существовала Немного и внутренняя бюрократия Ну в силу того Что все равно На бумажном носителе Нам отсылали Приходило какое-то письмо Какой-то запрос То есть мы понимаем Что уже есть Определенный временной лаг И это не могло Обеспечить эффективность И скорость получения информации Которая зачастую Играет очень важную роль То есть я правильно понимаю Если я например Делаю запрос об автомобиле Который находится в другой области Я не жду в МРЭО Допустим Киева час Или два Пока одесские гаишники Мне пришлют ответ на мой запрос Вы как кто Вы как гражданин Я как гражданин Украины Как покупатель Должен получить подтверждение Что автомобиль Который я ставлю на учет В Киеве Не купленный в Одессе Не был в угоне Не там перебиты номера у него Не был ДТП и так далее Я жду эту процедуру Два часа минимум Ну в таком случае Не совсем правильно Здесь речь шла Больше о внутренней интеграции Для внешних пользователей Все равно точкой доступа Остается МРЭО Потому что это логично Да, но МРЭО Киевская Делала запрос МРЭО Одесскому И ждали полтора-два часа Пока они соберутся И пришлют факт Что действительно С машиной все в порядке Правильно Объясняю в чем могла быть загвоздка Потому что у нас Кроме национальной Автоматизированной информационной системы Ранее существовала еще Национальная база А ранее еще существовали Региональные базы И которые до сих пор существуют На плаву Скажем так Они слабо администрируются Потому что естественно Наиз сейчас основной И вот тоже задача Как раз Диаза Будет одна из приоритетных Это сделать наконец-то Полную миграцию данных Чтобы все регионы Все области Каждый МРЭО Использовала единую Национальную Автоматизированную Информационную систему То есть чтобы каждая область ГАИ не была своим кляжеством Да мы сейчас Мы сейчас прерываемся Буквально на одну минутку И через две минуты Снова продолжаем Я напомню что у нас Сегодня в студии Очень интересный гость Это первый заместитель Начальника департамента ГАИ Украины Владислав Крикли И говорим мы о реформировании ГАИ Первая передача Да друзья Это первая передача Мы продолжаем наш радиоэфир Я напомню что в студии У нас сегодня интересные гости Это Владислав Крикли Это первый заместитель Начальника департамента ГАИ Украины Мы сегодня говорим о реформировании Я напомню что у нас Уже через две недели Начинается новый этап В жизни Наверное автомобилистов То есть у нас появится Новая служба полиции Это очень важно Но говорим мы сегодня Не только о полиции А о тех услугах Которые будут предоставлять Новые сервисные центры Которые также откроются Я так понимаю С приходом полиции Мы говорим о том Что от 4 июля У нас уже МРЭО исчезнут И появятся информационные центры Или МРЭО останутся еще К сожалению нет Хотелось бы ускорить процесс Но если с национальной полицией Второе слушание закона Планируется на 2 июля Если поддержат То соответственно Действительно 4 июля Все как и планировали Есть шансы Что они не вытаскивают Нет шансов нет Ну потому что запланирован Ну какой-то мизерный Естественно всегда существует Но я думаю с боем Не должно быть Так как Ну это необходимость И все понимают Что Киев давно Озвучил свою потребность В кардинальных переменах Да вообще в обществе Созрел уже запрос На качественно новую службу полиции Да Да И поэтому все основания И почва Благодатная И поддержка населения есть Ну и на самом деле Уже наверное ожидают Уже давно ожидают Наверное действительно Вот этих перемен Что касается сервисных центров То еще даже первослушивания Не было законопроекта Есть естественно вероятность Что это В первом чтении Это все и пройдется Вероятнее все это К концу года Уже будут запускаться Именно полноценно Сервисные центры Но не исключаю Что на переходной этап Для того чтобы подготовиться Тоже уже К полному переходу И функционированию Сервисных центров Это все равно будут Ну какие-то Существенные изменения В работе МРЭВ По сравнению с тем Что мы видим на сейчас А какие функции будут У этих центров? Да собственно Тут есть еще время поговорить Какие будут изменения Сервисные центры Не стоит связывать Традиционно Исключительно С госавтоинспекцией Как с регистрационно Сужба которой занималась Это будут Всевозможные Различные справки И запросы Которые предоставлялись Ну как правило Это самое популярное Наверное является Справка Об отсутствии судимости Которая на данный момент Предоставляется наручно Люди приходят В приемы граждан Достаточно Долго ожидают Также Не быстро Это все Получают обратно Ну и создает Определенную Стрессовую ситуацию Для человека Который сталкивается С получением Этой справки То есть фактически Ту справочную информацию Которую предоставляла Информационно-аналитический Департамент Ну и различные Другие наши Подразделения Будет уже Сервисный центр Предоставлять Это будет автоматизировано Да? Насколько я понимаю Ну в большей части Ну естественно Мы предусматриваем Всевозможные Ускоренные процедуры То есть базовая стоимость И сроки у нас Не будут меняться Для того чтобы Не было возмущения Что повышают Стоимость В такое непростое Время для страны Но естественно Всевозможные Дополнительные Сервисы И ускоренные процедуры Платные С увеличенной стоимостью Мы предусматриваем То есть это будет Конкуренция бегункам Которые раньше Решали эти вопросы Абсолютно верно Должно как бы убить Я так понимаю Абсолютно верно Мне понравилось Как наши грузинские коллеги С которыми общались Рассказали Как они проанализировали рынок То есть они взяли Какой-то средний срез По стоимости Которую предоставляли Бегунки Посредники На те или иные Украинский рынок Нет-нет Это я говорю про Грузию Привели это К какому-то там Общему ценовому знаменателю Продисконтировали На 30% И предложили это официально И люди были удовлетворены И довольны тем Что появилась такая услуга Уже только в официальной Прозрачной Понятной Упаковке И ты платишь Не непонятным людям А государству Да Ну тем не менее Бегунки Это огромная проблема Которую мы наблюдаем Возле каждого МРЭО Без исключения Их там Просто масса Стоит А еще какие Что еще Какие новшества будут То есть я так понимаю Оружие Оружие А что с оружием Все связано С регистрацией Перерегистрацией оружия А нету в планах Законно вести О свободном ношении Ну это как бы уже Другой разговор Это не по нашей части Мы о сервисах А что касается Вот я был Одно время в Грузии То есть наблюдал Как все у них там происходит Это абсолютно Абсолютно Стопроцентная Автоматизация систем То есть там человек приходит Он вводит В такие терминалы Как у нас получают Инфокиоски Да инфокиоски В свои инициалы Данные И также ему дают на выбор Дают на выбор Какие можно выбрать номера Номерные знаки Он выбирает эти буквы первые Там цифры и так далее И получает буквально там Через 20-30 минут Уже полный пакет документов Как у нас это все Будет происходить Ну у нас это будет происходить Явно не хуже Возможно даже лучше То есть несмотря на то Что у нас там есть Определенное Простое Можно так сказать С принятием Законодательных изменений Мы все равно Двигаемся вперед В частности там По электронным заявкам На регистрацию Перерегистрацию Транспортных средств Мы уже отрабатываем С Дмитрием Дубилетом Которые там ICT Competence Это у них такая организация Они собрали Различных волонтеров Которые для Электронного правительства И различные Электронные услуги Для госсектора Различных структур Ведомства предоставляют Ну и Мы тоже охотно Согласились Участвуем в этом Проекте И вот собственно Я думаю В ближайшее время Тоже будет Уже анонсирована Не Стадия там Разработки Продумывания продукта Уже непосредственно Реализация И можно будет Уже попробовать Немножко подробнее Бета-тест То есть Каждый из Жителей страны Каждый гражданин Будет иметь Свой уникальный Какой-то ID Номер Который будет привязан Либо к банковским Учетным данным Либо к чему-то еще И сможет С помощью этого номера Проводить все процедуры И операции Которые Будет предоставлять Сервисная служба Правильно? Или не так? Не совсем правильно Я вижу, что вы Немножко знакомы С материалом Bank ID Это Тот способ Идентификации Личности Который Предлагают На сегодняшний день Группы Из 5-6 банков Ну понятно Тут билет Приватбанк Предлагает Ну и Ощадбанк И еще Четыре достаточно Крупных банка То есть Собственно Способ Идентификации Это нельзя сказать Что некий наухау Но тем не менее Это возможность Получить все данные От банка При желании И согласии На это клиента А ему Достаточно удобный Способ Инструмент Авторизироваться И не тратить Время На то Чтобы Забивать Всю эту информацию Ну и наверняка Способ Есть проверенный Так как Финансовый номер Который Прикреплен к карточке Но это достаточно Действенный Защищенный Способ Верификации Аутентификации Тем более Что Каждый раз При Идентификации Генерируется Новый запрос Уникальный Поэтому То есть В данном случае Никакого мошенничества Это невозможно Также второй способ Альтернативный Это электронная Цифровая подпись Которая На сегодняшний день К сожалению Не так массово Используется Возможность Это есть Ну А закон есть О цифровой подписи У нас уже Вот Если я не ошибаюсь Закон у нас еще О электронной Цифровой подписи Как таковой Не принят Ну то есть В этом есть проблема Да Давайте Сейчас мы все-таки Прервемся Снова на пару минут У нас сейчас Выпуск новостей И небольшая реклама И продолжим Это программа Первая передача Вячеслав Крикли У нас сегодня В студии Говорим о реформировании ГАИ Ставайте с нами Первая передача Это первая передача Друзья Меня зовут Александр Федченко Борис Король Со мной в студии А также Наш сегодняшний гость Это первый Заместитель Начальника Департамента ГАИ Украины Вячеслав Крикли Говорим мы сегодня О реформировании ГАИ Полиции И о всех Автомобильных темах Которые касаются Права дорожного движения И машин Собственно Я также Вот сейчас Открою Наш телефон Студий 377-55-85 377-55-86 Звоните Просто сейчас Задавайте Свои вопросы Желательно Конечно же По теме Вячеслав У нас тут Спрашивают В фейсбуке Фестгир О том Что вот Как будет Осуществляться Процедура Регистрации Перерегистрации Автомобилей Ну вот Когда Эта реформа Запустится В массы Также Вот Мы пришли Нужно будет Проводить Какие-то Экспертизы Подавать Техпаспорта И так далее И подобное Или можно Я слышал Что какие-то Электронные Будут все-таки Новшества Нет Электронные Новшества Будут касаться Заявок Предварительной Информации То есть Приходя Можно будет Заранее Уже Из дому Все заполнить Наши Сотрудники Смогут Информацию Проверить Подготовить Можно будет Оплатить Сразу Дома Я просто Открываю Формуляр Туда ввожу Все данные Свои Автомобили Ну безусловно Если мы проводим Идентификации Через банковские карточки Используя интернет-банкинг Точно так же Человек может и оплатить Вот я Боря продаю свою машину Мы вдвоем ввели Все наши данные Оплатила банковской картой А потом Как бы на следующий день Просто пришел и забрал Выбираете для себя Удобное время Когда посетить И какой Сервисный центр Ну пока еще Который ближе Пока еще Центр Предоставления услуг Или МРЭВ Привычное нам Название Сразу Можно будет идти На проверку Автомобиля Единственное Что мы хотим Из таких Наверное Новшеств Для кого-то Неприятных Но Очень необходимых Для нас Это вернуть Экспертный осмотр Потому что Обязательно Экспертный осмотр Автомобилей Которые Обращаются На вторичном рынке Потому что К сожалению Стоит признать Что за Последние два года В силу ситуации С аннексией Крыма С событиями Донецкой Луганской области Очень возросло Количество Автомобилей С криминальной историей Ну и всевозможных Двойников Тройников И так далее Для того Чтобы Фильтровать И перепроверять Эту информацию И Сделать экспертный Осмотр автомобиля Мы будем Возвращать Этот Институт Да У нас есть Телефонный звоночек Давайте примем Сейчас есть Радиослушатель Здравствуйте Слушаем вас Здравствуйте Это Петр Киев Постоянный ваш Слушатель Хотел бы задать Вопрос По поводу Вот этих Прямых труб Усиленного Выхлопа Будут с ними Бороться Или нет Потому что Как бы Насколько я знаю В Европе Запрещается Использовать Там Когда звук Превышает Там определенное Количе 100 децибал Мы вас поняли Петр Спасибо Прямоток Которые ставят Несертифицированные Да Имейте ввиду Наверное Просто тюнинг Вот этот колхозный Колхозный Да Водосточные трубы Когда Слушайте На самом деле Нам известно Также можно Здесь Сюда же Добавить Ксенон Который Просто Как сварка Валит И слепит Колхозный Ксенон В рефлекторных Фарах Хочется набить Лицо Каждому Кто это делает Да Нам известно Что у нас Запретили Все эти Технические Инспекции Проверки Владислав У нас запрещена Собственно И тонировка Автомобиля Посмотрите Посмотрите На мою машину Она вся черная Затонирована Я нарушитель Если в Украине Возможно За этим Не так тщательно Следят То в Европе Могут возникнуть Действительно С этим Проблемы Да Если я поеду В Европу Я обязательно Сниму тонировку С передних стекол А я скажу Больше Наши ребята Ездили с полной Тонировкой В Австрию Кататься на лыжах И вообще Без проблем Проехали Все блокпосты Хорошо Что так повезло Но тем не менее Как с этим Будет бороться Петр Интересуется На самом деле Не совсем касается Сервисных центров Это больше По части Технической инспекции И только Как ранее Действительно У нас были Лаборатории Мобильные Которые могли Проверять Совместно С инспекторами ДПС Автомобили Но пока Возвращать это Не планировалось Хорошо А техосмотр Технический осмотр Возвращать надо И это желание Скажем Не столько наше Сколько это Рекомендации Европы Абсолютно верно Директивой 2006 Предусмотрено Наличие Технического осмотра Готовьтесь Господа Давайте уточним Важный вопрос Государственный Или частный техосмотр Ну Частный техосмотр Это тоже в любом случае Должны быть Сертифицированные Лаборатории А сертифицируются Они государством Ну как мы раньше Проходили Приносили там 800 гривен Или тысячу Приезжали И забирали Этот талант Раньше Это было Даже сложно Назвать Техническим осмотром По большому счету Станции Технический Побор Станции ОТК Которые производят Технический осмотр Они должны нести За это ответственность Ну если Я формально Пришел За определенным Сду Оформили Что я прошел Технический осмотр А через сутки Отказали Тормозная система Я попал Я попал в какое-нибудь Транспортное происшествие Не дай бог В этом есть Большая часть вины Как раз Этих станций Давайте Теперь мы Телефонный звонок Человек ждет Здравствуйте Слушаем вас внимательно Алло Добрый день Меня зовут Анатолий Киев Как раз хотел бы Такую Не столько вопрос Сколько пожелания По поводу Технических осмотров И возвращения Осмотра Экспертами Ну давайте Ваши пожелания Да Как бы Пока Ну до тех пор Пока не будет Существенно изменена Система в ГАИ И в МРЭО Вся эта вот Документальная часть Этого просто Нет смысла делать Потому что будет Как и было и раньше Все эти эксперты Были абсолютно формальные Через Через просто там Какие-то денежки Определенным людям Которые постоянно Возле МРЭО Шиваются То же самое Насчет ТО Как бы Какой смысл ТО вешать На ГАИшников Это вообще Абсолютно Не их задача Ну И не служба регистрации Это действительно Нужны делать частные люди Максимально Это нужно Как бы Подальше Подальше Отстранить От людей В погонах Абсолютно Спасибо Спасибо большое Да Ну вот такое вот пожелание По сути мы об этом и говорим Не ну Как бы никто не сказал Что это будут Возвращаться Технические осмотры Или переходить В структуру ГАИ Или Министерство Внутренних дел Собственно Такого И не озвучивалось И действительно Это будут Частные структуры Единственное Что хотелось бы Добавить Определенных Технологических Новшеств Для того Чтобы можно было Проследить За Чем был ли Произведен Технический осмотр Действительно Потому что Сейчас Регулярно Регулярно Ну собственно Снова же Вопрос в базах То есть мы говорили Об этом База Это очень важно База базами Еще момент контроля То есть Да Должен быть Тайный покупатель Который приходит Мистери Шопер Это все замечательно Но это наверное Немножко Из другой части В данном случае Достаточно Если например Будут фиксировать Делать фотоснимки Автомобиля Со всех сторон Предположим И ВИН-код И это будет Подкрепляться В базе Во время Технического осмотра От частного сектора Который сертифицирует Свои лаборатории На проведение Технического осмотра Это будет Более чем достаточно И это можно будет Потом посмотреть Абсолютно верно Кто это делал Имя мастера Не в интернете То есть Если возникают Какие-то сомнения То как минимум Уже в базе данных Можно будет увидеть Кто это производил И в случае возникновения Каких-то вопросов Вот как я Ситуацию смоделировал Что отказали Там тормозная система Уже будет понятно Кому эти вопросы Обращаться Ну и в частности Если следователю Необходимо будет Обращаться на Станцию Вот такая Он уже будет знать Кому дорисовать Будет тогда нести Ответственность Уголовную Эти компании Которые проводят ТО Потому что Если уголовной ответственности Не будет Они могут точно так же Этот полис продать Ну подумаешь Нормоза отказали Нам-то что Ну я считаю Что вплоть до Уголовной ответственности Должно быть Мое сугубо личное мнение Ну мне так тоже кажется Это было бы логично А вот кстати Что касается баз У нас есть с фейсбука Вопрос Слышал Что патрульные автомобили Новой полиции Будут оснащены Электроникой Будет ли эта Электронная система Иметь связь С переданной Переданной на днях В распоряжении МВД Базой ГАИ Вот на ИС Которой мы говорили В начале программы Сможет ли полицейский Выявить хотя бы Наличие штрафов У того или иного водителя И повторного нарушения Прямо на дороге Да абсолютно Очень правильный вопрос Задан В частности Для этого Делать Это передача Этих баз данных И полицейские Используя Планшеты Которыми будут Оборудованы Их новые Патрульные Машины Они смогут Получить всю информацию И по водителю И по автомобилю И в частности По админ практике То есть По нарушениям Ну и естественно Удобная система Позволит еще Получать быстро информацию Подтягивать То есть Ведя Предположим Всего-навсего Номер водительского удостоверения Уже подтянуть всю информацию В систему Для составления И вынесения Административного Постановления А вот у меня Важный вопрос Насколько эта система Будет защищена Потому что Если они этот софт Кому-нибудь поставят На своему кубу Больше у нас хакер Он же хакер Да И каким образом Это можно будет контролировать То есть Какая-то привязка Будет каждого планшета К фамилии Там следователя Да В дальнейшем Это С цифровыми Подписями С защитой информации Отпечаток пальца Например Нет Отпечатка пальца Не будет Это наверное Более дорогая технология Мне кажется Ну почему В айфоне Биометрические Ну айфон дорогой Я понял То есть попроще Будет планшеты Ну безусловно А что касается Иностранцев Которые вот у нас Ну ранее так делали Вот они заезжали в Украину Они нарушали Без проблем И потом выезжали Абсолютно не менее Никаких вопросов На таможне То есть Никто не знал Да Никто не знал И иностранцы уже знали Что у нас нет этих баз По крайней мере Вот и россияне Так ездили к нам Делали то что угодно Выезжали свободно Пересекали границу И потом В следующий день Могли снова въехать Ничего не платя Просто Выписали протокол И порвали Выбросили Да С иностранцами Это такая Более интересная тематика Которая требует Более сильно Глубокого анализа По той причине Что Здесь вопрос не только В плоскости Там патрульной полиции Это вопрос баз Это вопрос баз В базу информацию Внести можно То есть вопрос Не просто баз А вопрос взаимодействия баз Чтобы эта информация Еще была На границе И на границе Не выпускали Транспортное средство На котором были Осуществлены Административные нарушения Нет, есть единая база Ну я же думаю Парагограничники Тоже могут видеть Но у них должен быть доступ Да Доступ есть номера Соответственно То есть есть нарушение Какое-то на этом автомобиле Все мы не выпускаем Пусть платят штраф На данный момент Им это выгружалось Информация А задача Это все интегрировать Чтобы это было быстро В режиме реального времени Абсолютно верно Не раз там В неделю например Давайте примем телефонный звонок И уйдем на рекламную паузу буквально Здравствуйте Ну здравствуйте У меня два вопроса К Вячеславу И к вам Александру Давайте К Вячеславу Это самый главный вопрос Как они будут бороться С новой полиции С парковкой Нелегальной Потому что Ну честное слово Она уже достала Бессарабка Как раз на армейское Еще едет в один ряд И все Ну из-за этого Только пробки Ну это первый вопрос Такой самый главный И второй вопрос К вам Александру Вы сегодня не объявляли Ни о каких розыгрышах Но я вам предлагаю Вместе с Вячеславом Розыграть Дополнительные штрафные баллы Которые могут быть Штрафные баллы Спасибо А я вам предлагаю Остановиться все-таки И говорить по телефону На парковке И не ехать Потому что Была бы полиция У вас бы уже штрафовали Может у человека Громкая связь Может С радиослушателем Мы автоматически Снимаем все штрафные баллы Тем более что Штрафные баллы отменены То есть их не будет Сообщаю Да Было бы принято решение Штрафных баллов не будет Очень многие Правозащитники И небезразличные люди К системе возмущались Так как это Они считали неким Бонусом Примированием И поощрением Потенциальных нарушителей Поэтому Будем работать Просто Факт Админ нарушения Штраф Очень жаль Как-то Ну Я считал Что это довольно Прискусивное Не оценили Благи намерения Поэтому Да Мы сейчас уходим На две минутки паузы И я напомню Это первая передача Оставайтесь с нами Дальше Будет много Такой интересной информации Первая передача Это программа Первая передача Друзья Мы продолжаем Наш интересный разговор Меня зовут Александр Федченко Борис Король Также у нас в студии И наш гость Владислав Крикли Это первый Заместитель Начальника Департамента ГАИ Украины Владислав Ну Вот Есть у нас вопрос От радиослушателя По поводу парковок Его очень интересует И раздражает Почему так много машин Стоит в центре И ГАИ Работник ГАИ Ничего с ним не делает Меня точно так же Раздражает Здесь достаточно комплексная Проблема Можно начать Конечно С городских Властей Не только Киева Но и других городов Которые не обеспечили Должным образом Инфраструктуру Не создали И нет необходимого количества Паркомест Но в любом случае Это не означает Что не надо Реагировать На те или иные Нарушения В частности Когда паркуют Автомобиль Действительно Наглую На пешеходном переходе Но на сегодняшний день Единственный способ Фактически Притянуть К административной ответственности Водителя Это совместно С патрульным полицейским С инспектором ГАИ Взять за руку Водителя И просто Вот если инспектор Находится рядом И действительно Есть нарушения Он тогда может оформить А так зачастую Как выглядит ситуация Вот если моделировать Вы видите нарушения Предположим Припаркованная машина Неправильно Там под светофором Или на пешеходном переходе Вы вызываете 102 Приезжает патрульная машина Водителя на месте нет А водитель рядом Сидит пиво пьет Или даже увидит Смотрит Смотрит Естественно Штраф не хочет получать К машине Он не будет подходить Вплоть до того Что даже может И домой на метро вернуться Ну Для экономии Элементарно Друзья Вы знаете Мне кажется Все таки проблема Лежит немножко В другой плоскости Потому что мы сейчас Начинаем говорить Вот какие плохие водители А проблема глубже Корень проблемы Корень зла В офисных зданиях В офисных помещениях Которые строят Тысячами квадратных метров При этом не обеспечивая Инфраструктуру для парковок Но тем не менее Нарушать все равно нельзя Но что я хочу сказать Но что я хочу сказать Вот с инициативной группой Такого журналиста Дениса Бигуса Он со своей командой Обратился И с идеей Собственной идеей Мы давно тоже вынашивали Они подтвердили ее Что она хороша И доработали Мы будем создавать Еще некую Некий дорожный контроль Но не тот дорожный контроль Который на данный момент Существует А фактически Наделим полномочиями Контроль по телу пошел Да Фактически Ну или гражданский контроль Давайте назовем это Гражданский лучше Не называйте дорожный контроль Это уже как ГАИ Уже дискретировали Абсолютно себя Пусть это будет Гражданский контроль Хотим Чтобы были разработаны Некоторые Привожения На мобильные устройства Которые позволят Ну это будут естественно Сертифицированные С госпедсвязью Привожения Они позволят Фиксировать И отправлять информацию О нарушении Отмен нарушения Естественно Это будет там С трекингом С GPS координатами И уже Через диспетчеров Через дежурную часть Ближайшую патрульную Полицейскому Будут отсылаться координаты И соответственно Они уже смогут Планировать свои маршруты Ну так можно незаметно Стукануть просто на клад А у меня вот Вопрос интересует Ну меня часто В некоторых странах Даже примируют За то что сообщаешь Вы знаете Я бы с удовольствием Очень много у нас Владельцев Внедорожников С разными номерами С разных областей Я не буду говорить С какими Но и с киевскими Кстати тоже Которые себя Неадекватно ведут Могут на красный свет Поехать Подрезать там Через пешеходный Перепорт Они просто нервничают Не суть важно Им непривычно Много моих знакомых И я планирую Тоже купить Регистратор И вот если бы Возможно было Привязывать не только Фотографии какие-то А вот видео И чтобы этого человека Находили и наказывали То есть я готов Даже написать заявление Потому что Ну нельзя ездить по-хамски Вот как Борю Разозлили эти водители Да Ну смотрите Заявление опять же Это время И можно не дождаться водителя По большому счету Вот с принятием еще Закона о фото-видео Фиксации У нас будут сертифицированы устройства То есть мы не можем принимать Ну по понятным Объективным причинам Каждый там Фото-видео Ролик или снимок За истину По той причине Что ну вот Насолил мне сосед Ну не взлюбил я соседа Взял я там Довершнюю фотографию Какую-то Где он стоял На газоне Или на пешеходном переходе Сфотографировал И сделал подпись Что это сегодняшним днем Докировано Но все равно же стоял Стоял же на газоне Ну не суть важна Вот в самом файле Который ты отсылаешь Там же есть экзиф Где сфотографировано было То есть очень мало людей Которые могут это подделать Мало Но возможность есть Есть Хорошо Мы же говорим о чем Мы же говорим о том Что это будут Некий посыл Навигации Для патрульного полицейского Так как патрульных полицейских Будет достаточно много И у каждого будет свой сектор Свой квадрат Который они будут патрулировать Они смогут выбирать маршрут Таким образом Чтобы видят Что например на координате Появляются там На какой-то улице В центре города Две машины Которые там Стали под светофором Или на пешеходном переходе Они соответственно Планируют свой маршрут Таким образом Чтобы подъехать К этим машинам Зафиксировать В автоматическом режиме Факт нарушения Правил дорожного движения И дальше двигаться По маршруту Но это только для тех Какая интересная жизнь Нас ждет Через две недели А для тех кто ездит неправильно И есть свидетели Этой езды То есть их никак не будут наказывать А там система автоматическая Фото и видео фиксация Которая планируется На перекрестках Они будут Ну не на всех перекрестках На самом деле Здесь же задача Не столько Знаете там Запугать водителей Или наполнить бюджет Или бюджет муниципалитета И не напичкать Кучу технических устройств Самое главное Это превенция аварийности Это задача номер один Владислав Ну просто Боря хочет Купить себе регистратор И хочет наказывать Не радиоохватителей Я так понимаю Что своим регистратором Он хочет Хотел бы отбивать Я понял Вложенные средства В видеорегистратор Как не самая дешевая И хотел получать Поощрение Какие-то денежные Моральное удовлетворение От того что Ладно давайте О добром поговорим Очень мало времени осталось В США есть такая система Карфакс То есть можно проследить Историю любого автомобиля А все что с ним происходило Регистрируется в общей базе данных В Украине планируется Подобная система Да Мы планируем Мы планируем Работать над историей автомобиля Делать это совместно С моторно-транспортным Страховым бюро Делать это совместно С теми же В дальнейшем Сертифицированными Станциями Которые техосмотр проводят Абсолютно верно Плюс всевозможные Дилеры официальные Которые проводят В том числе Диагностику Фактическое обслуживание Парыги сейчас плачут Просто Слушай наш эфир Рыдают Рыдают Как поделены слезами Это минус двойники Это минус битки И так далее Я вам скажу еще более того Вот ВАИД Кстати Господин Назаренко Которого там Есть такой Да Всюкраинская ассоциация Импортеров и дилеров Они еще В силу того Что у них Крайне непростая Сейчас ситуация Так как новые Транспортные средства Практически не продаются По причинам Девальвации Гривны Ну и Ряд экономических Факторов Они хотят И вторичный рынок Как-то на себя Замкнуть То есть хотят сделать Вот такие большие Комиссионные площадки И в принципе Не могу сказать Что эта идея Лишена смысла и рациональности По большому счету Вот эти вот Перекупщики Они часть Маржи Аккумулируют на себе Неофициально То есть это Черная экономика И не платят налоги Абсолютно верно Все эти комиссионные Сертифицированные площадки Которые там В теории могли бы Создать дилеры Они бы естественно Уже платили бы С прибыли Налог Владислав Вот последний вопрос Из фейсбука Вот люди интересуются Будет ли открыть Свободный доступ Граждан К информации Которая хранится В базах Наис Касающуюся Их лично Боже упусти Зачем Зачем такие вещи делать Конечно нет Ни в коем случае То есть я не могу Посмотреть все штрафы Которые не нужно заплатить Ну если вы Себя идентифицировали Да А идентифицировали Тогда можно будет Конечно Но посмотреть По всем Даже по той же истории Автомобиля Которую только что упоминали Автомобиль Без привязки К истории Собственника Транспортного средства То есть просто Сама история Исключительно автомобиля Когда был ВОЗ Где обслуживался Попадал в ДТП Или нет И так далее Какие там технические осмотры Диагностки Ну потому что это был Может не владелец там ДТП А его там друг Или жена Не важно Но это уже персональные данные Безусловно Это мы не будем Конечно Да Вот еще масса вопросов Конечно накопилось И в Фейсбуке есть И у меня И у Бори Я уверен Что и радиослушатели Также хотели бы дозвониться Но час К сожалению Подошел к своему завершению Спасибо Мне остается лишь сказать Вам Владислав Что вы пришли Снова пришли Посетили нашу студию И до новых встреч Потому что С каждым днем Мы приближаемся К этому Время ничь Которому все водители Все ждут И вопросов будет накапливаться Все больше и больше Поэтому готовьтесь К дальнейшему эфирам Обязательно Александр Хотел бы единственное Добавить Очень рассчитываем На определенный кредит доверия Новым нашим Патрульным полицейским Ну от журналистов Кредит доверия Вам обеспечен Спасибо друзья Что остались с нами Меня зовут Александр Федченко Это программа Первая передача До следующего понедельника Радио Голос столицы И автомобильный портал First Gear И UA Представляют Все Что пригодится Вам в дороге В спецпроекте Александра Федченко Первая передача